Сегодня в первый день лета семья Белых наконец-то первый раз собиралась на собственную дачу. Этой весной им наконец-то удалось её купить. Вернее, это был небольшой загородный домик, который располагался в деревеньке недалеко от города. На покупку долго откладывали деньги, и вот наконец-то мечта сбылась. Хозяин продавал домик недорого, потому как получил его в наследство, и он требовал серьёзного ремонта. Елена уже предвкушала, как разобьёт грядки и цветники, как посадит огурчики с помидорчиками, летом будет собирать собственную малину и смородину, а осенью ароматные яблоки. А грибы? Как она любит ходить в лес по грибы? Женщина даже зажмурила от удовольствия глаза. В семье подрастал сын Димка, который не был в таком же восторге от покупки, как родители. Ему хотелось новый велосипед, ролики, ну или ещё что-нибудь ценное для подростка. Дача в этом плане казалась ему пустой тратой денег. Отцу пришлось применить весь свой арсенал средств для того, чтобы сын поехал вместе с ними, от запугиваний до шантажа и подкупа. В итоге всем семейством всё-таки погрузились в старенькую десятку и тронулись в путь. Машина была забита до самого верха всяким ненужным хламом, но это, конечно, по мнению Димы. Дом ему совсем не понравился, стоило покупать такую рухлядь за такие деньги, возмущался подросток. Единственное, что порадовало парня, это лес и река почти рядом с домом. Зная, что родители всё равно будут настаивать на том, чтобы он все выходные находился при них, парнишка стал искать в деревне друзей. Но кроме старушек и нескольких пар дачников с маленькими ребятишками, в деревне друзей для Димы не нашлось. Тогда он решил исследовать ближайший лес и речку. Все выходные семья теперь проводила на даче. Елена в огороде и в саду, отец с сыном занимались ремонтом дома. В пятницу сразу после работы приезжали и в понедельник рано утром отправлялись обратно в город. Родителям нужно было на работу. Дима ещё был на каникулах. Собирая продукты на дачу, Елена не нашла плетёную из лозы корзину. Большая удобная корзина исчезла, а она как раз собиралась сходить в лес по грибы. Странно, подумала женщина. В последнее время она заметила, что куда-то стали пропадать вещи. То старое фланелевое одеяло, то полотенце, а теперь и корзина. Заглянула в кладовку, залезла на антресоль. Нет нигде. Ничего не могу понять, удивлялась женщина. Были бы новые вещи, подумала бы, что Димка стащил и продал. А так? Да и кому надо-то такое старьё? И она задумалась. А ещё Елена заметила странное дело. Раньше десятиклассника сына и калачём на дачу было не заманить. А теперь он поллета там живёт. Даже отказывается в город возвращаться. Да всё норовит в лес сходить за ягодами и грибами. Сроду за ним такого не замечала. Дивилась мать. Что-то мне подсказывает, что здесь скрывается какая-то тайна. Лето подходило к концу. Одиннадцатый выпускной класс, а сын продолжает жить на даче и мотается оттуда в школу. Вчера сказал Елене, что так полюбил деревенскую жизнь и их новую дачу, что хочет, пока ещё стоят тёплые деньки, пожить в доме. Тем более, что нужно было доклеить обои в дальней комнате. Женщина была удивлена, но спорить с подростком не стала и разрешила. «Володя, ты бы поговорил с сыном, а?» Елена стала нажимать на мужа. «Не нравится мне это всё. Димка чудит. Учиться надо, а он на даче ошивается. Странно как-то даже». «Ладно, я поговорю в выходные», – успокоил её муж. «Погода вон какая хорошая. Чего в городе пыль глотать? Сидеть в этом бетонном мешке? Взрослый уже сам разберётся». «То-то и оно, что взрослый», – переживает Елена. «Как бы ничего не натворил, боюсь я. Ему в следующем году поступать в институт, а если не поступит, то сразу в армию». Владимир раздражённо глянул на жену и вздохнул. «Я же сказал, поговорю, и он недовольно перевернулся на другой бок. А что может случиться? Не пьёт, не курит, слава богу. Дело молодое. Может, у него любовь, ну или девушка появилась. Но ты понимаешь, на что я намекаю». «Так вот ты и узнай, мне-то он вряд ли расскажет. Да и какая любовь, он ещё несовершеннолетний», – запричитала Елена. «Знаешь, Вова, я давно замечаю, что вещи стали из дома пропадать. Старые, конечно, корзина, одеяло, но всё равно странно всё это. А ещё продукты пропадают, хлеб, печенье, котлеты. Прошлый раз целую сковородку нажарила, привезла на дачу. Только отвернулась в огород, глядь, нет котлет. Спрашиваю его, где котлеты. Отвечает, съел, а я вижу, что врёт. Ох, не нравится мне это всё». «Думаешь, он продаёт вещи, чтобы отдать кому-то долг? Думаешь, с него деньги вымогают?» – заволновался Владимир. «Я уже не знаю, что и думать. Может, наркотики покупает. Каждый раз приезжаю на дачу и начинаю проводить следствие. Но вроде никаких чужих следов в доме нет. Так же, как и следов вечеринок или оргий каких». Елена хлопает на мужа глазами полными слёз. Разговор Владимира с сыном ничего не дал. Эта беседа ничего не прояснила, а главное – не изменила. Елена опять заметила пропажу тёплого пледа с дачи. Тут её терпение лопнуло. Она решила, что будет следить за Димкой все выходные. Ей необходимо знать, что происходит, иначе она сойдёт с ума от тревоги. «Мать я или не мать, узнаю, кто терроризирует моего сына. Я их выведу на чистую воду. Буду знать». После обеда, когда Елена возилась с клубникой на грядке, то услышала, как хлопнула калитка на заднем дворе. Она бросила все свои дела и поспешила за сыном в лес. Женщина торопилась, только бы не упустить его из вида, а то потом где найдёшь. Но и осторожной надо быть, чтобы, не дай бог, не заметил. Зашла подальше в чащу, еле успевает за молодыми быстрыми ногами. На некоторое время Елена всё-таки потеряла сына из вида, хотела уже возвращаться домой, как вдруг услышала знакомый голос и поспешила туда, откуда он доносился. На поляне под деревом сидел Дима, а рядом с ним маленькое рыжее существо с кисточками на ушах уплетало её котлеты, почти что всю сковороду. У Елены отлегло от сердца. Она-то уже бог знает, что себе напридумывала, а оказалось, что у неё добрый, отзывчивый и заботливый ребёнок. Он просто кормил всё лето маленького рысёнка, который остался без матери. Дима рассказал маме, что случайно нашёл рысёнка в лесу. Тот громко плакал и звал мать, но её нигде не было. Не было день, два, пять. Димка натаскал ему в логово одеял, фланелевых тряпок, чтобы по ночам было не так холодно. Стал приносить из дома еду. Сейчас малыш уже почти самостоятельный, умеет ловить птицы-грызунов. Ему надо ещё немного подрасти и окрепнуть, так что Диме надо ещё пожить до конца осени на даче, чтобы быть точно уверенным, что его рысёнок выживет один зимой в лесу. «А почему же ты нам ничего не сказал?» спросила сквозь слёзы Елена. «Просто потому, что вы всегда были против животных в доме и не разрешали мне заводить ни кошек, ни собак. Вот я и подумал, что уж дикое животное опекать вы мне точно не позволите». Елене стало стыдно перед собственным сыном. На семейном совете решили, что Дима до конца ноября будет жить на даче, а родители в выходные привозить ему продукты и всё необходимое. Когда парень в конце осени вернулся окончательно домой, то там его ждали сразу два сюрприза – котёнок и щенок. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!